МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей, ну пожалуйста, будьте человеком. Не надо ругаться. Это все-таки украинский дом, культурное заведение. Пожалуйста, Алексей. Я вас очень люблю, вам очень нравится. Я вас постоянно смотрю. Мы хотели в подводке сказать, если вы не будете, сволочи, читать книги, то у вас вместо головы будет... Еще лучше. То есть еще и сволочи? Ну мы так как-то на короткой ноге со своим зрителем. А где буква? Не знаю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие телезрители, наша веселая программа хотела вас порадовать и собрать из кубиков перед украинским домом слово жопа. Но организаторы выставки, на которой мы приехали снимать, запретили собирать нам слово жопа, поэтому мы собрали слово ТЭД. Заранее прошу прощения у руководства канала. Мы сегодня на книжной выставке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый квартал при покупке этой книги, каждый квартал, к вам приходит обновление, более 300 страниц. 300 что-то меняется. Чем больше страниц, значит, шире раскрыт материал. И более практичный, здесь все-таки собраны практически советы. Понимаете, чем все больше... Не надо, давайте показывайте на книгу. Ну, просто так как-то удобнее. Чем все больше, тем лучше. Слушайте, на камеру мы это не будем снимать, ребята. Не, я бишу так. Я тоже бишу так. 300 страниц, это же много. Большое число. Просто, понимаете, рядом с вами хочется говорить о больших числах все время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это женский череп? Нет, это может быть череп. Почему тогда там нет мозгов? Ну, смотрите, там же нет ничего. Их, может, его забрали. Смотрите, доказательство того, что он был. То есть, получается, у женщины сразу есть мозг, а потом он куда-то девается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журнал создан был еще в 27-м году в Харькове. Как вы думаете, не было ли здесь какого-то злого умысла? Может быть, создатели журнала в 27-м году были скрытыми геями, и они специально назвали его «Радуга». В той же Америке считают всегда, что «Радугу» связывают с геями. В Библии связывают с новой жизнью, с счастливой жизнью. Жизнью после потопа. Жизнью с мужчиной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, нет, здесь просто интересно, что учат, как связывать, видите? Можно через эту картинку узнать, как связывать людей. Это 1685-го года. На секундочку. Это художник. Сейчас-то уже позабыли, как связывать. Наручники одел, и все. Да. А раньше, да, видите? У нас, между чем, очень интересно, есть альбом художников. А там много связываний. А там, по-моему, как раз и нет. Если честно, нас сегодня интересует связывание. Ведь связывание – это то, что красной нитью проходит через всю украинскую историю. Нас все время связывают чем-то. И вот и сейчас понимаешь... Ну, вот тогда вот видите, что такая афганская война. И есть как раз сцена, где они захопили полонанного, наши солдаты. И связали его? Да, сами связали. Можем мы такое оставить? Да, это же хорошо. Как так получилось, что человек, который верит в ислам, он по умолчанию террорист? Это просто такие выдумки. Те, которые мусульмане, они этого не делают. Мусульмане не взрывают ни себя, ни других. Это просто переодеваются, получается, и пытаются показать, ну, чтобы подумали на мусульман. Как так получается, почему эти террористы, эти ужасные люди, которые взрываются, почему они не переодеваются китайцами или евреями? Да, мы можем это сделать? Да, спасибо вам. Вы как женщина, скажите мне, вы готовы отправиться у подорож с Геродотом? Вы бы с ним у купе, до Чернівцов? Пошла бы, поехала бы. А как же? А поспілкувать? А шампанец? А таранечку? Да ничего, может быть, и с таранечкой. А можете так поднимать для себя? Да, да. Вы так очень хорошая пара. Да? Да, с Геродотом. Вы тоже очень хорошая корреспондент. Диагностика себя, ну и не только себя, биолокационным методом. Ты задаешь вопрос, она тебе отвечает «да» или «нет». Видел ли этот человек за три месяца хоть раз женщину? Конечно, видел. Что, это «да»? Это «да». Смотри, какая секс. Врет. Вчера был секс у этого человека? Ну, отвечай мне. Нет. Был. А вот я человека этого знаю. Он был на обложке книги «100 причёсок для грязных волос». Пожалуйста, можете прислонить прямо руку и создать молнию, как настоящий Гарри Поттер. А что, если этих детей сейчас убьют топом? Нет, этих детей не убьют топом. Где вы их будете хоронить? Как вообще можно применить катушку Тесла, кроме того, чтобы потрогать её через стекло? Можно поставить её в комнате и восхитить девушку, которая придёт к вам в гости. Представляете, вы приходите к парню домой. Ну, так получилось. Попадаете к нему в спальню. И он говорит, смотри. Знаете, что тема нашей передачи – наука и жизнь. И вот жизнь – это девушка, а катушка Тесла – это наука. И я вот сейчас пытаюсь понять, есть ли место в жизни катушки Тесла. Ставьте рядом. Дальше только опытным путём. Только эмпирика, только хардкор. Только эмпирика, только хардкор. Это новый слоган. Представляете, сколько сейчас людей со слуховыми аппаратами вас не доведёт? До конца радовались? Да, до конца. Это вы трогаете? Во всяком случае, вы добились цели бы. Так пишет неприятно. Спасибо. Подписывайтесь и смотрите все выпуски Дурнев Плюс Один первым.